Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и сегодня мы находимся в магазине на улице Ермолова 6, недалеко от станции метропарк Победы. Это новый флагманский магазин Squat. Я думаю, вы уже посмотрели наш предыдущий такой бегом-бегом-бегом обзор по магазину и заметили, сколько всего интересного в этом магазине присутствует. Наверняка появились вопросы, а что это за кеды? А что это за красивая маечка? Соответственно, на эти вопросы мы будем вам отвечать. И сегодня наш рассказ тоже про не менее легендарную историю, такую же легендарную, какой является Парк Победы для всех московских скейтеров. Ну, я думаю, вам не нужно объяснять, да, что такое Парк Победы и почему это легендарное место. Так вот, сегодня у нас рассказ про легендарную коллаборацию. Ну, вернее, коллабораций-то сейчас много, но то, с чем она связана, а именно коллаборация, посвященная фильму Е. Райт, это легендарный скейт-фильм. Один из самых лучших скейт-фильмов, поэтому не переключайте ваши YouTube-каналы Лакай и Е. Райт. Коллаборация. Кроссовки. Ермолова 6. Новый флагман. Сквот. Итак, коллаборация Е. Райт. Началась эта история еще в конце 80-х годов, когда двое друга, Майк Кэррол и Рик Говард, катались за такой бренд, как World Industries. И именно там они поняли, что быть профессиональным скейтбордистом это неплохо, и можно не только зарабатывать на жизнь, но и обеспечить себе будущее. А это нужно делать, значит, что-то побольше, чем просто кататься на скейте. И они решили, что им нужно основать свою собственную компанию. И вот в 1993 году, пригласив еще третьего друга, Спайка Джонса, человека, который снимал многие скейт-видео, и сам немножко катался на скейте, они решили основать собственный бренд. Назвали его Girl Skateboarding. Честно, почему они так его решили назвать? Есть несколько версий, они очень сильно разнятся. Ну, кто-то сказал, что просто когда думали, как бы его назвать, вдруг увидели такую же фигурку, как на женском туалете, и сказали, а было бы прикольно. Соответственно, просто из простого рандомного названия появился классный бренд, за которым сразу начали кататься очень интересные люди. Так как все-таки Майк Кэрролл и Рик Говард были не последние люди в скейтбординге. Вы только задумайтесь. Часть людей, которые катались за Girl Skateboarding, среди них были Эрик Костон, Гай Мариано, Тони Фергюсон, Пол Родригес. То есть, ну, это более тем, чем тяжеловесы. Это, можно сказать, гиганты скейтбордического катания. Кроме того, за дизайны в Girl Skateboarding отвечал такой человек, как Энди Дженкинс. Именно он решал, как все будет выглядеть, был таким креативным человеком. И, как сам он вспоминал, когда я понял, что я отвечаю за эту компанию, я начал работать там, что называется, 24 на 7 практически без выходных. Настолько мне было это приятно. В 1994 году Кэрролл и Говард понимают, что все скейтеры, с которыми они катаются вместе, которые входят в их команду, их становится слишком много. И они решают, что даже стили у ребят разные, поэтому, может быть, придумать отдельный еще один бренд. Сначала он даже был под брендом. И, как вспоминает сам Кэрролл, ну, вообще, мы решили открыть новый бренд, потому что не все стали влезать в Вен, в котором мы катались и снимали наши трюки. И так, в 1994 году они открывают следующий бренд под названием Chocolate. В 1999 году к этим брендам присоединяется еще и обувная фирма Лакай. Лакай. Соответственно, вопрос, почему этот самый Ерайт делал коллаборацию с Лакай. А к десятилетию бренда в 2003 году, чем ближе этот год наступает, тем больше создатели думают, что нужно сделать что-то такое монументальное, классное. И просят своего друга, Спайка Джонса, чтобы он снял для них фильм, в котором будут представлены практически все люди, которые на тот момент катали за героскейтбординг. Нужно сказать, что Спайк Джонс, человек, тоже далеко не последний в скейтбординге. Насколько я помню, мы уже рассказывали про такой великий видеофильм под названием Video Days, который он снял для бренда Blind. И вообще человек снимал очень много скейтбординга, но к 2003 году это был еще известный режиссер-клипмейкер. Кроме этого, он снял уже два больших фильма «Быть Джоном Малковичем» и «Адаптация» фильмы, которые были уже такими настоящими блокбастерами, за которые он получал миллионы долларов. И этот человек настолько любит скейтбординг, настолько уважает и обожает своих друзей, что соглашается вновь вернуться к съемкам скейтбордического фильма. И нужно сказать, что действительно, несмотря на то, что к началу 2000-х годов вышло уже много фильмов, и это были не те простые какие-то, снятые на ту самую камеру Panasonic-фильмы, которые снимали в прошлом веке, но все равно такой крутости, такого шика, с каким представил скейтбординг Спайк Джонс, раньше не было. Уже поначалу, по заставке этого фильма, понятно, что будет очень круто. Дело в том, что заставка была снята с высоты ноги скейтера и снята на камеру, которая снимала порядка 290 кадров в секунду, а потом замедленно. Соответственно, это были необычные и очень дорогие кадры. Досели невиданные в скейтфильмах. И это, кстати, еще не все. Дело в том, что, да, часть трюков, которые снимались в этом фильме, снимал не сам Спайк Джонс, а снимали уже такие рядовые операторы героев скейтбординга. Кстати, кроме «Герл», понятное дело, там были еще и представители команды «Чоклад». Но, когда за камеру брался Спайк, получалось нечто невозможное. Да, все сразу, кто смотрел этот фильм, сразу вспоминают. А помните, там были моменты, где они катаются без скейтов по городу, как это классно выглядит? А помните моменты, где там появляется вот эта вот волшебная доска, которая перелетает от скейтера к скейтеру? Вот эти вот замедленные кадры. Еще какие-то моменты, где видно, что определенные фигуры вырезаны. Но, кроме этих кадров, иногда там просто были такие сбивки, ну, атмосферные кадры со скейтерами, со спотами, с просто такой каждодневной жизнью ребят, которые живут скейтбордингом. И было просто видно, насколько это классно снято. Если вы увлекаетесь визуальным искусством, фотографией, видеографией, то пересмотрите не только ради скейт-трюков, но и ради таких элементов этот фильм. Потому что, действительно, там есть, например, вдруг уходы в черно-белые, сильный расфокус, и прям видно, насколько, ну, жирный кадр получается. Это вот все Спайк Джонс. Вот такой великий человек. Кроме того, в этом фильме снялся Оуэн Уилсон. На тот момент уже очень известный актер, и там он изображает из себя скейтбордиста, и у него даже есть свой небольшой парт. Хотя, понятное дело, что делал его не он. Говорят, что Эрик Костон, один из участников этого фильма, надел на себя парик и изобразил пару трюков за Оуэна Уилсона. Но вышло очень красиво, вышло ненапряжно. В общем, фильм действительно получился классным. До сих пор люди, которые работали над этим фильмом, когда встречаются, сразу же вспоминают старые добрые деньки. Ах, помнишь, в этом далеком 2003-м, как мы катали, не то, что сейчас, там, э-э-э. И песок уже немножко рассыпается между ними. В любом случае, это реально один из главных фильмов о скейтбординге. И то, что к 20-летию этого фильма была выпущена небольшая коллаборация, это круто. Давайте уже сейчас посмотрим на кроссовки, которые посвящены этому фильму. Одни кроссовки, ну, они кажутся такими абсолютно стандартными. Стандартная Лакаевская модель. На правом ботиночке написано «Е». Он выставлен у нас отдельно. На левом мы даже не стали доставать, потому что нам лень. На нем, понятное дело, написано «Райт». Кроме того, здесь у нас «Чокфильмс». Это логотип придуманной кинокомпании, которая, кстати, потом стала настоящей кинокомпанией. И все фильмы, которые выпускались для «Герл» и для «Чокфильма», они выпускались кинокомпанией «Чокфильмс» и «Щит Саунд». Вот она вот здесь тоже есть у нас нарисована. Но самый прикол — это вторые кеды, которые в данной коллаборации вышли. Честно вам сказать, я сначала, что называется, прикола не понял. Ну, вернее, мне показалось. Ну да, вроде такого же цвета название фильма «Е. Райт» было в этом фильме. Но затем я понял, в чем прикол. Они вот такого ярко-зеленого цвета. Тот самый зеленый экран, который позволял режиссеру снимать трюки. То есть, когда ребята катались без китбордингов, ну, было понятно, что все это было сделано на постмонтаже. И здесь тоже вот такие вот зеленые кеды, которые повторяют расцветку специального экрана для спецэффектов, были сделаны специально для этого фильма. Тоже очень классный логотип у нас на пяточке присутствует. Не знаю, вот сколько прошло времени. Первый раз про «Е. Райт» я услышал, когда я играл в «Тони Хокк андеграунд», не помню, вторую или первую часть. И там, когда открываешь первый уровень полностью в качестве бонусного такого контента, ты можешь посмотреть на трейлер, на трейлер видеофильма. И там как раз был трейлер очень короткий к «Е. Райт». И мне вот эти вот буквы, вот это вот написание сразу запомнилось у человека, который в основном спрятан за камерой. Дима рассказывает, что у него на видеокассете был этот фильм. Ну, это действительно часть скейт-истории. Это действительно то, что нужно знать, не забывать, откуда все это пошло и как это все развивалось. И в принципе, это просто даже без привязки к скейтбордическому катанию очень классный визуальный фильм. Пожалуйста, ознакомьтесь с ним. Ознакомьтесь с другими проектами Спайк Джонса. Посмотрите, какие он классные клипы снял, какие фильмы. Все это стоит того, чтобы посмотреть, чтобы немножко отвлечься от вот этих вот ваших досок, на которых вы ездите, и немножко развиваться интеллектуально. Я сам пытаюсь это делать, не всегда получается. Но в любом случае, друзья, скажите, вы смотрели этот фильм, когда он вышел? И что для вас вообще эти самые слова, Е. Райт и этот фильм? Значит ли он для вас столько же, сколько для меня? Надеюсь, да. А если нет, то посмотрите, он будет столько, значит. С вами был Дмитрий Егоров, генерал Ермолова 6, Парк Победы, новый хэдшот и... как его, блин, флагшток магазин Сквотт. Вот.